Я вместо Кирилла Анатольевича должен выступить, потому что у него сейчас есть семейная серьезная проблема, он должен пропустить этот съезд. Пожалуйста, следующий слайд. А, у меня есть кликер, да? Речь идет о том, что в наших условиях, к сожалению, мы не всегда можем выполнять то исследование, которое называется биопсиста ЖО-лимфоузла. Ну, к сожалению или к счастью, этот вопрос дискутабельный, поскольку сама по себе процедура, как мы знаем, не влияет серьезно на общую выживаемость пациентов с меланомой. Но, тем не менее, это важная процедура для стадирования болезни и это важная процедура, которая позволяет определить прогноз пациента. И у нас есть несколько опций, как поступать в случаях, когда мы имеем зрелую меланому, когда есть подозрения, скажем так, не имеющие клинических проявлений на поражение лимфатических узлов. Первая опция, которая применялась и которая изучалась во многих исследованиях, она называется профилактическая или лективная лимфодисекция, лимфоденектомия. Второй вариант, это наиболее распространенный в некоторых странах подход, это биопсия стражевого узла. И третий вариант, это динамическое наблюдение, которое является контрольным элементом в клинических исследованиях по биопсии стражевого лимфоузла. Вы наверняка хорошо знаете, как устроена эта методика, то есть первичную опухоль обкалывают либо двумя веществами, одно из них имеет красящий вид краски, лимфозурин, а другое имеет вид лимфотропного изотопа, и через некоторое время оно может накапливаться в региональных лимфатических узлах, ближайших к опухоли. При этом мы можем сделать синтеграфию, найти эти самые региональные лимфоузлы, и дальше уже при помощи зонда, более прицельного времени операции, найти соответствующую зону, которая больше всего скопила лекарства, и найти тот самый стражевой узел. Лимфозурин помогает это найти в тканях, и тем самым подвергнуть этот узел анализу. Я подчеркну, что еще нет данных о том, есть ли метастаз или нет, это предмет последующего морфологического исследования. Это только лишь поиск того узла, куда в первую очередь оттекает лимфатическая жидкость от данной зоны, где располагается опухоль. Обоснованием такого подхода было исследование, проведенное доктором Мортоном и с авторами, которое мы уже сегодня обсуждали на ранних сессиях ЕСО, Европейской школы онкологии. Александр Иванакой очень подробно рассказывал о ходе MSLT-1 trial и об ожидаемых результатах MSLT-2. Речь шла о том, что пациентов распределяли на две группы. Я коротко повторю, буквально для тех, кто может быть не присутствовал на утренних секциях. Распределяли на две группы. Все пациенты имели промежуточный прогноз. То есть мы заранее знали толщину опухоли. Это все пациенты, которым была выполнена эксезионная биопсия, и соответствующий план лечения был составлен в зависимости от толщины опухоли. И здесь было два типа пациентов, две группы пациентов. С промежуточной и толстой меланомой. Примежуточная – это больше 0,75 мм. И толстая, соответственно, больше 1,5 мм в толщину. То есть 1400 человек практически – это люди с известной толщиной, полученные по данным морфологического исследования, выполненного при помощи эксезионной биопсии. Ну и дальше эти больные случайным образом при помощи рандомизации были распределены на две группы. Первая из них получала то, что называется SLNB – это биопсия стажевого лимфоузла. А другая группа не получала дополнительно никакого лечения в плане лимфатических узлов, а получала только наблюдение клиническое или ультразвуковое. Это зависело от центра. Но какого-то, скажем так, специального изучения лимфатических узлов не проводилось. Достаточно было клиники. Значит, в дальнейшем пациенты получали следующие варианты лечения в зависимости от результатов полученных при биопсии стажевого лимфоузла. Либо это была немедленная лимфоденоктомия после того, как в стражевом узле обнаружился метастаз микроскопический. Либо это было наблюдение, если в стражевом лимфоузле метастаза не было. Грубо говоря, после удаления единичного узла уже принималось решение дополнять, сделать completion, то есть сделать полную лимфодисекцию или остановиться на этой самой мини-инвазивной процедуре. В то же время люди, которые не подвергались биопсии стажевого лимфоузла, им проводилось наблюдение, и если возникала клинически определяемая опухоль в лимфатических узлах, то выполнена так называемая отсроченная полная лимфодисекция данной зоны. В данное исследование не включались пациенты с опухолями головы и шеи. Это было только аксиальное локализация на туловище или на конечностях. И, наконец, были получены уже длительные результаты, десятилетние результаты наблюдения за такими пациентами, которые опубликовал доктор Мортон и команда его, которые продемонстрировали, в общем-то, что различий в общей выживаемости, меланомо-специфической, скажем так, выживаемости, потому что авторы заменили слово «общую» на меланомо-специфическую выживаемость в связи с тем, что некоторые причины смерти в связи с большим периодом наблюдения были исключены из этого анализа, только были включены те, которые связаны с прогрессированием болезни, с прогрессированием меланомы. Значит, получилась следующая история, что в группе больных с промежуточным прогнозом, то есть с меланомой от 0,75 до 1,5 мм, разницы в 5- или 10-летней выживаемости полученной никакой не было. То же самое касалось и группы больных с толстой меланомой, то есть меланома более 1,5 мм. Но что было выявлено, это разница в выживаемости без прогрессирования, которая особенно проявлялась у пациентов с меланомой более 1,5 мм толщиной. Но, как известно, всегда детали они скрывают в самое важное, и, в общем-то, окончательные результаты этого исследования были опубликованы недавно, по-моему, в 2011 году, я сейчас не назову точную дату. Но смысл в том, что в этом протоколе была продемонстрирована следующая вещь, что все-таки при 10-летней выживаемости у больных, которым выполнена биопсия строжевого лимфоузла, у которых были обнаружены метастазы в строжевом лимфатическом узле, это вот эта желтенькая кривая, она, это меланомо-специфическая выживаемость в группе больных с промежуточным риском, существенно статистически значимо отличается от таковой, у которых метастазы были выявлены уже позже при помощи клинического наблюдения. И это различие в 10-летней выживаемости составляет порядка 20%. В этой связи авторы... Да, то же самое касается, приблизительно то же самое касается и больных с толстой меланомой. То есть речь идет о том, что у больных с метастазами в лимфатические узлы, найденные при биопсии строжевого лимфоузла, и у больных, найденных при помощи клинического исследования и более позднем выявлении, вот в группе более толстой меланомы, вы не можете найти уже статистически значимых различий. В этой связи авторы делают выводы, что именно определенная подгруппа пациентов, когда вероятность метастазирования в региональные лимфатические узлы имеет наибольшую вероятность, наибольшую частоту по сравнению с отдаленным метастазированием, и в большей степени влияет на прогноз. Вот в этой группе биопсии строжевого лимфоузла приносит наибольшую пользу. Наибольшую пользу, поскольку позволяет рано выявить микрометастазирование и позволяет, соответственно, провести лимфодиссекцию в более ранние сроки. Но надо сказать, что помимо самого по себе стадирования, есть еще и другие признаки микрометастазирования в лимфатических узлах, которые тоже влияют на прогноз. Потому что микрометастазы внутри самой паренхима лимфатического узла могут быть разными. Вы тоже видели сегодня наверняка эти слайды. Это классификация Дюара, которая дополняет классификацию, предложенную командой Александра Ванакоя по размерам лимфатического узла. То есть если голландские авторы предлагали классифицировать по размерам, меньше 1,1 мм, микрометастаз в лимфатическом узле. Да, но я просто хочу объяснить. Нет, Леонид Вадимович, это очень важная история, что это не только наука, это уровень развития технологий, который позволяет выявлять микрометастазы размером в 1,1 мм. А вот то, что касается расположения лимфатического узла, это тоже имеет значение. И вот комбинация этих критериев позволяет выделить группу пациентов, например, с микрометастазом размером 1,1 мм, и пациентов, у которых отсутствует вот такое массивное поражение лимфатического узла, присутствует только вот околокортикальное. Прогноз у этих пациентов лучше в разы в сравнении с теми, которые имеют другой набор тех же самых микрометастазов, но с другими признаками, то есть это будет массивное поражение плюс поражение размерами больше 1 мм. Речь идет о технологии, которую мы, к сожалению, не всегда можем воспроизвести в нашей реальной клинической практике. И не только это упирается в датчики, в гамма-датчики, или в сам краситель, или в изотоп, а упирается и в первую очередь в морфологию, которая позволяет сделать тысячи срезов, или там десятки и сотни срезов с одного лимфатического узла. Потому что не имея этих информации, то вот эти вот кривые мы никаким образом не сможем получить. Но следующая информация, которая... Да, обратите внимание, пятилетняя выживаемость у больных с микрометастазом 0,1 мм. И, значит, при достаточно большом периоде наблюдения составляет примерно столько же, сколько и при отсутствии метастаза в лимфатических узлах. Что означает, что роль, собственно говоря, этого микрометастаза, она не до конца ясна. Если он не ухудшает прогноз, то, собственно говоря, является ли он таким уж вредным, или он является источником антигенов, или он является источником потенциальной защиты, и он может сам собой через некоторое время исчезнуть. Иначе говоря, может речь идти о гипердиагностике, о котором сегодня тоже шла речь. И в связи с этим было запущено другое исследование, MSLT2 trial, которое позволит нам выяснить, надо ли нам удалять все варианты, делать, точнее, полную лимфодисекцию при всех вариантах микрометастазов, или ограничиться только теми, группами неблагоприятного прогноза, например, вот такими, последними тремя, С, Д, И. Соответственно, тут отсутствует тоже еще одна история, но я хочу напомнить, что последние исследования в адювантном режиме по применению пигелированной интерфероны демонстрируют явное преимущество этого режима у пациентов с микрометастазами в лимфатических узлах и у пациентов с метастазами, которые не выявляются клинически. То есть, поскольку это выразилось в улучшении выживаемости без прогрессирования, диагностика, ранняя диагностика метастазовой лимфоузлы все-таки приобретает уже не только научное, не только значение для, скажем так, определения прогноза пациента, но и для определения тактики его лечения. То есть, выявление пациентов с микрометастазами и назначение им, допустим, адювантного режима интерферонной терапии может позволить дать лучшие результаты, чем, например, при макрометастазах. Но что мы можем иметь взамен такого рода морфологической диагностики синтенальных узлов, это применять инструментальные методы, которые у нас широко распространены в нашей стране и в нашем институте тоже. Речь идет о большом опыте ультразвуковой диагностике. И есть несколько наблюдений, связанных и с зарубежным опытом, и с нашим собственным опытом. Нам года два назад удалось познакомиться с очаровательным исследованием Кристин Фойт, которая рассказывала нам про свои исследования в области диагностики ультразвука именно. И речь шла о том, что ей и ее команде удалось при помощи протокола клинического исследования продемонстрировать, выявить ряд критериев, ультразвуковых критериев, которые могут быть воспроизведены другими авторами, выявить группы пациентов, сопоставимых по своему прогностическому значению с биопсией стажевого узла. Они, конечно, не повторяют полностью результаты MSLT One Trial, но, тем не менее, они к ним приближаются. И если по данным ультразвука мы видим плохие показатели, то есть это не клинически пальпируемые узлы, это все-таки ультразвуковое исследование, это микрометастазы, которые выявляются не пальпацией, а именно при помощи ультразвука, то мы можем видеть тоже разделение пациентов на группы, причем норма живет, пациенты с нормальным ультразвуком живут так же хорошо, как без метастазов лимфатические узлы, потому что их нет ни клинически, ни на ультразвуке, а пациенты с набором плохих признаков живут хуже. И ряд авторов пытались повторить эти исследования, но, тем не менее, значит, вот один из признаков, у всех из них, это господин Росси, Ван Рик, Сатири, значит, вы определили, что чувствительность одного из признаков, в частности, наличие периферической перфузии на ультразвуке, позволяет с высокой чувствительностью заявить о наличии микрометастаза. Значит, вот то, что касается данных Фойт, то есть чувствительность и специфичность в комбинации с тонкоигольной биопсией под ультразвуковым наведением, именно этого самого, не всего узла, а того участка, который они считают подозрительным, то есть это действительно тонкоигольная биопсия с высоким разрешением ультразвука, позволяет добиться высокой чувствительности и специфичности в отношении верификации, значит, этого лимфоузла как метастатического. Значит, что касается нашего собственного опыта, то это рутинная практика для многих учреждений делать ультразвуковое исследование у пациентов с меланомой кожи, без клинически определяемых лимфатических узлов, значит, УЗИ периферических бассейнов, и при этом, значит, наши данные говорят о том, что при помощи вот уточняющей методики у половины людей, у половины пациентов можно было выявить микрометастазы, при этом размер их не превышал у многих 5 мм. Это достаточно неплохие результаты для все-таки не микроскопического исследования, а для ультразвукового. И есть ряд признаков, которые наша группа ультразвуковой диагностики любезно предоставила для анализа. Речь идет о том, что в принципе так же, как у Кристин Фойт, то есть это наличие зоны пониженной эхогенности по периферии лимфатического узла. Это, значит, аналогично наличие периферической зоны пониженной эхогенности по периферии. Есть еще ряд наличия округлого гипохогенного включения в серединке, в центральной части лимфатического узла. И в комбинации с тонкоигольной биопсией этот метод дает очень неплохие, по нашему мнению, результаты. Поэтому в заключении я хочу сказать, что в отсутствии методики биопсии стажевого узла, пожалуй, ультразвук в комбинации с тонкоигольной биопсией даст вполне приемлемые для клинической практики результаты. Да, вот у Льва Вадимовича есть на этот счет добавление, потому что он уверен, что за неинвазивными методиками в диагностике будущее, а ультразвуку для периферических образований, конечно, дает наилучшую, пожалуй, разрешающую способность. Может быть, даже лучше, чем методы молекулярной визуализации. Спасибо за внимание. Спасибо. Дело в том, что мы 20 лет упустили уже, не делая эту процедуру по разным причинам. А теперь уже наметились тренды, которые говорят, что ее заменит тонкоигольная биопсия. Почему? И ультразвук. Потому что это дешевле. Просто дешевле чисто экономически, а примерно одно и то же. Да, я, пожалуйста, готов ответить на вопросы, потому что я вижу, что есть вопросы. Вы сказали, что больше половины больных были выявлены метастазы при использовании методиками в диагностике. Да. Тонкоигольная биопсия. У половины больных каких? У которых были метастазы в лимфоузлах или вообще у половины? Вы имеете в виду… Потому что этого не было ясных слайдов. Значит, я объясню, о чем идет речь. Естественно, мы не выполняем профилактическую лимфодисекцию всем пациентам. И речь идет о том, что ультразвук может давать ложноположительные результаты. То есть речь идет о том, что мы у половины людей, из которых по данным ультразвука были выявлены микрометастазы, то они были подверждены потом на операцию. А у половины не было выявлено? А у половины не было выявлено. Это был ложноположительный результат. Но так как они не были оперированы, неизвестно, были ли у них метастазы. Не-не-не. Да, верно. Да, верно. Выходит, что эти данные мало что значат. Вы согласны? Выходит, что мы проводили же еще пункционную эспирационную цитобиопсию, но у них не было операции. Вы правы. В таком случае вы не имеете подтверждения. Более того, я вам скажу, что есть один минус в этой методике. Поскольку мы делаем ультразвук бассейна, мы не знаем, в стражеволе это лимфоузел. Конечно. Мы не знаем, в стражеволе это лимфоузел. То есть выходит, что по этому исследованию вообще ни о чем нельзя судить. Кроме того, что попадаете в лимфоузел у иглы и все. Это нет. Я понимаю ваш скепсис. Я отчасти разделяю его. Но мы должны быть скептиками. Нет, я разделяю его отчасти. И я объясню, в чем смысл ультразвуковой диагностики. Тут есть минус в плане того, что мы, конечно, не знаем, в стражеволе это узел или нет. В первую очередь. Потому что мы делаем ультразвук бассейна. Мы видим там какие-то изменения в одном из узлов, возможно, и пытаемся его пунктировать. Получаем позитивный результат. Хорошо. Получаем негативный результат. Мы не знаем. Мы продолжаем наблюдать. И тут есть второй плюс. Второй момент. Что мы продолжаем наблюдать. И если мы видим микрометастаз в этом бассейне позже, то мы понимаем, что микрометастаз все-таки будет выявлен. Второй момент положительный в том, что мы можем делать ультразвук не одного бассейна, а всех региональных лимфатических узлов, что не позволяет сделать, например, биопсия стражевого узла. И это, естественно, не может быть эквивалентом. Я не говорю, что это может быть эквивалентом, что одно другое может заменить. Но я говорю, что когда мы не имеем доступа к биопсии стражевого узла, то мы должны делать что-то взамен. И это лучше, чем просто клиническое наблюдение. Я понял. Спасибо. Но для меня еще один вопрос. Чисто методический. Мы знаем, что ультразвук по рекомендации МССН относится к методам клинического обследования. Но не является методом диагностики микрометастазов. Верно. Это тоже обсуждается. Исходя из этого, и концепция другая. То есть выходит, что мы с помощью ультразвука можем диагностировать микрометастазы. Само по себе такое предположение является нетривиальным. Прямо скажем. И поэтому у меня вот такой вопрос. Вот в том исследовании, которое проводила эта замечательная женщина, специалист по ультразвуку. Как часто были выявлены микрометастазы в ее исследовании? И как часто это были макрометастазы? Вы имеете в виду макрометастазы пальпируемые? Нет. Определяемые на ультразвуке. Потому что если мы определяем их ультразвуком, это уже считается макрометастазом. Все верно. Тут есть определенная терминологическая история. Потому что ясное дело, что макрометастазы по современным представлениям это все, что мы можем определить клиническими способами исследования. Включая КТ, ПЭТ-КТ, ультразвук, пальпацию и все такое. Но когда речь идет о биопсии стажевого узла, мы по идее выполнили все эти методы исследования и ничего не нашли. По идее так должно быть. Но история в том, что если мы вернемся к слайдам, мы можем вернуться к исследованию Кристины Фойт. Там все просто. Там 20% пациентов имели эти метастазы. То же самое, что если вы сравните с профилактическими микродисекциями. Там тоже 20%. Я к тому, что ультразвук определяет макрометастазы. О микрометастазах речь не идет. Это клинический метод диагностики. Поэтому, как мы можем говорить о том, что мы определяем микрометастазы? Да, я, собственно говоря, хочу вернуться к этим результатам, которые были опубликованы в ГСО. Речь идет о том, что были исследованы 166 пациентов. И при этом, прошу прощения, было исследовано 373 пациента. При этом у 166 не было выявлено никаких специфических признаков. Но, значит, есть речь идет о том, что мы, они выполняли, для верификации своей методики, выполняли биопсию стражевого лимфоузла у пациентов, у которых не было выявлено на ультразвуке ничего. И в этом случае, значит, если не было выявлено на ультразвуке ничего, то, сейчас я секундочку найду, сколько они пропускали, около 20%. То есть речь идет о том, что ультразвук может пропускать, конечно. Конечно, конечно, спору нет. Чувствительность 82%. Чувствительность, когда мы говорим про 82%, это означает, что определенная часть, она отставит от 82%, это то, что пропускает ультразвук. Вы правы в этом, это не идеальный метод. Но это лучше, чем просто пальпировать. Вот о чем я говорю. В этом с вами невозможно не согласиться. Но использовать метод с чувствительностью 80%, как рутинный для диагностики, мне кажется, что никто из нас не захочет, чтобы его таким методом исследовали, принимали бы решение. Согласен, но не лучше, чем биопсия стражевого лимфоузла. Нет, ни в коем случае не лучше. Я как раз о том, что это вряд ли заменит биопсию стражевого лимфоузла. Вы имеете в виду выживаемости? Да, и это все на грани схожести большой. Ну, по исследованию порта на 15%, для тех, для тех процентов, которые... Ну, это зависит от толщины. От толщины всегда промежуточная. Нет, промежуточная. И высокая, да. Для толстой меланомы 5, а для промежуточной 15. И неизвестно, какая у тебя будет меланом. Да, и еще идет о размере самого метастаза, микрометастаза. То есть, речь идет о мелких метастазах, 0,1 мм. Это вообще не имеет значения. Нет, делайте биопсию. Кто вам мешает? Мне мешает Минздрав. Понимаете? Так кому же он помогает? Давай. Все. Не бездействуйте ждать, когда вырастет кулак там. Хорошо. Делайте УЗИ, мониторинг. Вот к чему мы призываем. И говорим, что есть замещающие процедуры, которые неплохо себя зарекомендуют. Ну, вот сейчас нам автор сказал, что это не замещающая процедура, это суррогатная процедура. Мы не можем делать нимфосенсиографию в городских стационарах. Мы даже не можем делать нимфографию. Нам предлагается антиокнативный способ, это лучше, чем ничего. Можно просто спорить ради спорта. Спорим диспут. Я абсолютно не уверен, что это лучше, чем ничего. Вот у меня дело в том, что для того, чтобы это делать, нужно быть высоко квалифицированным специалистом по ультразвуку. А не делать это всем подряд и рекомендовать это как процедура, которую нужно делать сам повально. Будете делать повально, будете получать чувствительность 30%, а не 80%. А другое дело, конечно. Мы сейчас скатимся к тому, что у нас специализированная почта. Я хочу обратить внимание... Левадимович, если позволит, еще... В больнице у вас хорошие УЗИстики, причем всех. Я прекрасно и знаю. Спасибо. Еще буквально кратко по поводу хороших УЗИстов. Обратите внимание, что не все европейские коллеги могли повторить эту чувствительность, специфичность. То есть это удел лучших. Вы правы. Спасибо огромное за вашу помощь в организации интересного диспута. На самом деле мы для этого это и обсуждаем. Да, конечно. И все равно приходим к тому, что меланома сегодня становится наукой емкой в плане диагностическом болезни. То есть мы должны ориентировать массу пациентов на центры, где это могло бы быть сделано. А в противном случае мы просто можем иметь эту информацию и довольствоваться ею.